На сайте concert.ua На микрофон, добро пожаловать. Первый матч на этом канале сегодняшнего игрового дня. Best of 3 противостояние Pro100 Space Jam. Привет к вам. Привет, Костян. Привет всем зрителям на нашем Twitch-канале. Сегодня у нас насыщенный день в плане СНГ-КС. Работает сразу два эфира. StarLadder 5, StarLadder 10. И работает дядя Свят, новичок команды Pro100 оформляет entry. Кстати, у него все еще аватарка Force висит. Ну, забавно. Карта первая, The Mirage. Как уже упомянул Ленин. И Костя Pro100 против Space Jam. И параллельно Vega против Hollywood у нас играют. Да, это будет на пятом канале. Ну, а сейчас мы посмотрим. В этом матче есть явный фаворит и явный аутсайдер. Правда, по пистолетному раунду этого и не скажешь. Но если посмотреть на коэффициенты, которые мы, наверное, увидим немного позже. Ну, станет очевидно, что Pro100 здесь, по мнению букмекеров, ну и, может быть, большинство зрителей, являются фаворитами. Однако свое мнение пишите в чате, его мы мониторим. Но пока же бомба валяется. Айван остается 1 в 3. Не беспреспективная ситуация. Можно такое тащить, но требуется немного удачи. Удачи не было. Робан минус и 1-0. Space Jam хороший пистолетный раунд. Да, действительно, три фрага от Робана. Двоих забрал Twixar. И я бы не давал на самом-то деле такие уж серьезные коэффициенты. Все-таки первый тур. Команды только начинают свое путешествие в этой квалификации. Плюс это СНГ. Все друг друга знают. Все друг с другом тренируются. И еще и замену Pro100. Почему такой кэфф? Непонятно. Абсолютно не знаю. Либо это тег, либо у меня даже нет вариантов. Команду покинул Crash. Кстати, это действительно дебютный матч команды Pro100 в новом составе. За них играет довольно перспективный молодой человек. Это Свят. Его мы, ну, игру видели уже как минимум год, наверное, или полтора. Их он в разных командах. Пока же мы видим ForceBuy. Это Pro100. Игра через мидл. Здесь фанат Рока. Ну, не дает спуску своим соперникам. Правда, сам остается красным. Попадание с Дигла, наверное. Ну, да. Разменялись немного дэмэджем с Кензера. Он фланг тем временем погибает. Паша нож буквально на 2 хп все-таки в этом эпизоде живет. Дэв получает по голове. Ну, и я так понимаю, ForceBuy все-таки захлебывает в команды Pro100. Да, вряд ли. Вряд ли получится здесь Святую Кензору, имея 70 хп. Ну, ладно, 70, 81 на двоих что-то сделать. Паша нож 2 хп. Ну, поджим, Кензор, минус. Ну, отличный очень тайминговый поджим с МП9. Плюс 600 долларов для Твиксара прямо сейчас. По Святу информация тоже есть. Ему, ну, с внешней стороны Ковров вытянет до ду. Хотя еще парочка таких хэдшотов. Все могло бы получиться, но нет. 2-0 и пока у Space Jam не возникает особых трудностей. Все верно, а Pro100 дважды не смогли поставить бомбу. Денег практически не остается. Поэтому, ну, может быть, Свят какой-нибудь P250 докупит. В основном, конечно, будут глаки. Pro100 в атаке. Жду, наверное, первого девайсного. Купили одну флешку. И под нее сейчас Аки Львы будут куда-то лететь. Лететь будут под базу А, где у нас тот самый Твиксар. У него, кстати, единственный... А нет, вот, один из двух фармганов. Так, а я так понимаю, Space Jam сегодня с заменой играют. Потому что на HLTV заявлен другой состав. Итсмая не было, кстати, долго. Я сейчас вижу его в чате твича вообще. И, может быть, стоит у него спросить. Братишка, если ты слышишь, что такое произошло? Почему ты не играешь, хотя на HLTV заявлен? Расскажи немного об этом, если тебе не лень. Ну, а пока что 3-0 и Space Jam... Ну, Space Jam сейчас будут играть первый девайсный раунд. Что тут и говорить? Наверное, пока первый девайсный не пройдет. Делать какие-то выводы очень сложно. Ну, вот тут Виксара, 7-0-0, фармган. Парень действительно сегодня на старте проявил себя. Фанат Рока уже купил авик. Ну, и просто все-таки 5 калашей не нафармили себе на АВП. Было 4750 у Свята. Но, очевидно, вкладываться в авик тут все-таки, наверное, не настолько хорошо. А, кстати, обновили все-таки состав на сайте HLTV. Теперь там действительно заявлен Нунда. Ну, что ж, тогда хорошо. Фанат Рока. А вот его доминация со снайперской винтовкой. Кстати, о нем мы тоже чуть позже расскажем. Парень едва не прошел на ФПЛ. Свят, есть размен. Это вообще по точке КБ было. И вот это очень опасно, потому что... Ну, хотя ХАЕшка, скорее всего, Свята сейчас подорвет. Нет, она залетает ему за спину. Паша-нож выезжает на поиски Свята, но поворачивается к нему спиной. И Свят находит легчайшее второе убийство для себя. Пленд Б свободен. Правда, бомба далековато. Туда смещаются два игрока команды Space Jam. Один из них, это Робан, уже выходит из кухни. Ну и не нужно показывать Твиксара. Здесь не будет никакого экшена. Все сейчас происходит под точкой Б. Так, Робан все-таки закрывает на машине Свята. Все еще под домом Б у нас Дев. Кензер распечатывает базу А. Бомба возвращается через респаун. Времени целая минута. Ну и в первом девайсе нам неплохо. Проявляют себя просто, хотя скорее так больше индивидуально. То есть на Б развалил Свят, на А вышел Кензер. Дев поджал спину Робана. А тот уже пытался отходить. Ну и здесь совершенно очевидно. Просто задергали оборону своего соперника, выйдя на Б. Наверное, Space Jam. Да и любой вообще игрок на их месте подумал бы, что это Б будет до конца. Все-таки 2 кила. Но просто долго думали, как выходить. И Space Jam просто потерялись. Ну, фанату Рока нужно, конечно, сохранять авик. И то не факт, что ему дадут это сделать. Кензор выехал на поиски. Ну, стоит довольно в непредсказуемой позиции. Фанат Рока, да, слишком долго находил глазами Кензора. И, соответственно, 2 фрага от этого парня еще и авик забрал у фаната. А начинался-то раунд, как мы помним, очень четкая аркадка. Минус по Эйвону. И, казалось, Space Jam все контролирует. Вот этот минус на Б с двумя ХП прошел свят на машину. Скорее всего, и стал решающим. Да, интересно, что к такому не был готов игрок команды Space Jam. Но Ицмай написал, что он в пробке с научной конференцией. Все затянулось. Вот так вот, друзья. КСеры не только в КС играют, еще и всякими научными штуками занимаются. Так что, респект. Таким парням. 3-1, 2 АВП у команды Space Jam. Фанат Рока стреляет на отмашь, что у команды простой. Сейчас они опять довольно быстро продвигаются к коврам Б. И Унда уже схлопотал на минус 8 плюс ХЕшка под ноги. Правда, Свят сейчас может подставиться, но он пока вне зоны видимости Унда. Раунд на самом-то деле довольно похож на предыдущий. То есть напрягается сразу и Б-дом, и А-ковры. В этот раз, правда, удалось еще и Мидл занять команде просто. Все карты на руках у террористов. Единственное, гранат маловато. Один смоук, три флешки. Ну и куча молотовых. Так, Свят уходит. Ну, видимо, Мидл какой-нибудь будут пушить. Возможно, подсадку в окно даже сделают. Да, у них есть игрок в коврах, есть занятый коннектор. Не самые лучшие позиции, будем откровенны, у Space Jam для обороны точки А. Что там по гранатам? Ну, вот у Просто нет ни одного смока для того, чтобы раскидаться на точку АВТ. Так что, наверное, будут действовать больше от игры. Кстати, если будут достаточно быстрые, реально могут занять точку А. Вообще не встретим никакого сопротивления. Потому что расстановка у Space Jam сейчас больше смещена под оборону Б планта. Ну, так и есть. Даже мы видим джангл, окно, все позиции отдали Space Jam. АВТ вообще на КТ. Ну что, это 5 КТ получается у Space Jam? Ну и 5 сейв, что ли. Непонятно, как это будет выбиваться. Хотя, конечно, ситуация не безнадежная, далека от нее. Если игроки с Space Jam при этом ретеки достаточно быстро найдут первое убийство, все может пойти по их сценарию. Но не будем забывать. Фларыч вообще... Ну, во-первых, бомба, возможно, стоит под него. Хотя это... Ну, скорее всего, да, да. Бомба ведь под коннектор стоит. Да, да, да. В коннекторе один игрок. Номер один это Фларыч еще на шарте вторым номером в апдауне. В общем, сложно будет такое выбивать. Ну и посмотреть. Айван, Кензор закрывают Виксара, Фаната, Рока, Робан, Размен. Но здесь не было возможности среагировать на Робан достаточно быстро. И уходит из-под контроля этот раунд у команды Простого. Просто, хватит ли времени? Паша, нож при фаер на позицию в коннекторе. Фларыч тоже читается. Есть хедшот, но бомба обезврежена. И блестящий ретейк от команды Space Jam. В какой момент у Простого все пошло не по плану? По-моему, вот как-то каждый сам за себя начали играть. Space Jam немножечко буквально накидали гранат, дали смоук, две флешки, вывалились на этот плент. А Простого очень сильно боялись какого-то сплита. Да, чекался до последнего коннектора, посматривалась яма. И действительно, ну, атака где-то по углам вот так вот и зажалась. Жестко-жестко с Space Jam прям неплохо. Я думал, вот этот 5КТ, конечно, будет вообще провал. Но вышли. Да, ну, просто слишком, наверное, открытые позиции были. Не обратил внимания. Но, по-моему, на яме там игроков особо не было. Там на ковра в каких-то закрытых позициях тоже. Коннектор оказался пропушен. Плюс, ну, позиция на сэндвиче, опять же, для снайпера. По-моему, ведь Айвон на сэндвиче находился снайперской винтовкой. Это было очень опасно с его стороны. Ну, ладно, смотрим. Есть как есть. 4-1. Последний бай у Простого. Особенно, если не поставят бомбу Паша нож вместе с Унда. Ну, здесь и первый, и второй, и третий. Это расстрел вообще какой-то. Никто даже не смотрел на Пашу. Отличная работа. Айвон последний. Погибает от рук Твиксара. 5-1. Причем Простого только что закупались. Обратите внимание. Теперь уже по 2 тысячи. Теперь уже, ну, ничего придумать, наверное, не получится у них. Как-то вот вышли на Б, даже не вышли. Попытались выйти на Б. Буквально Паша нож всех и покосил. Знаете, какие коэффициенты давали сайты на этот матч? В частности, наш замечательный партнер сайта LootBet. 1.25 на победу команды Простого. И 3.69 на победу Space Jam. Это на всякий случай, чтобы иметь в виду. Ну, Мираж — это пик команды Space Jam. Следующей картой будет Коблстоун. Выбор, очевидно, простой Инферно. Третий, решающий, если она понадобится. Абсолютно СНГшный, наверное, маппул. Да, тем более обе команды одна замена, другая со стендином. Поэтому особо тут изощряться по картам как-то не с руки было. Ну, раунд, получается, проходной. Под номером 7 мы сейчас смотрим баталью этих команд. Опять-таки глаки. Просто теряют бомбу. Робен уже пропушил центр карты. Ну, это довольно приятные новости для Space Jam. Они мало кого теряли вообще по последним раундам. Будет хорошая экономика. Летающий голландец какой-то. Однозначно. По поводу экономики это точно. Тем более просто, по-моему, была одна, может быть, установленная бомба за 7 раундов. Ну, как раз вот, когда они вышли в пустой А в пятером. Да, действительно, была одна бомба для атаки. Это не слишком хорошо. Но и посмотрите, даже несмотря на эко-раунд. 4-300, 4-100. Этого, конечно, хватит на какой-никакой бай. Но уже о 20 гранатах на команду речи, наверное, идти не будет. Может быть, придется пожертвовать и снайперской винтовкой. Сейчас мы увидим. Но 6-1 уже отличный результат. Ну, по гранатам все более-менее. Три смока есть, молотовы, куча флешек. Ну, нормально. Можно выигрывать и с меньшим. Ну, и на ЦЗшках, и на Юспах иногда заходят раунды. Вопрос в том, что парочка игроков вообще не проснулась. Твиксар далеко не в первый раз агрессивно действует под ямой. Вновь находит минус. Погибает также Свят. Вот Звенья. То ли сплитующий по одному умерли на А и на Б. Ну, по точке Б никакого сплита не было. Это просто, так понимаю, игра люркера, который вышел из ковров и проиграл перестрелку. 4 в 3. Все еще не безнадежная ситуация. Фанаты Рока 17 хп. Упорная позиция у Робана в коннекторе. Кстати, если просто решат заходить на точку А. Ну, что, конечно, не очень вероятно. Нет инфраструктуры, скажем, подготовленной. Для этого выхода Робана чекают, но поздновато. Плюс ко всему у него отлично залетает стрельба. Есть размен, но это... Ну, конечно, может на что-то повлиять. Но в конечном итоге все будет зависеть от этого господина. Унда? Нет, поджимать не пошел. Фларыч занимает апдаун. Ну, должен, по идее, Унда понимать, что Фларыч мог пройти шифтом под лифты. Бомба, как мы видим, в тоннеле. Но если пойдут на бет, то там фанат Рока со снайперской винтовкой. Скорее всего, бомбу он остановит. Ну, парней уже поджимают со спины. И, наверное, Твиксар даже не будет шифтить. Теперь уже ему нужно бежать. Времени 39 секунд. У команды просто их направление атаки полностью читается. Здесь одна из немногих возможностей — это поймать своих соперников. Я имею в виду из команды Space Jam на какой-нибудь ошибке. Может быть. Вот, например, одна из них. Фларыча выпускают из шарта. Это очень опасно, потому что теперь он пустит на размене, но фаната Рока закрывает. Если он выиграет перестрелку Сунда, останется один в один, а бомба-то на коврах. И ее-то контролирует Твиксар. Вот это неудача для Фларыча. Давайте посмотрим, успевает ли Твиксар. Выпад, хэдшот, 7-1. А ты заметил, Фларыч вообще на шорт смотрел. Такое впечатление ему дизинфу дали. Не разобрались, откуда убили. Вроде бы в спину Твиксар обходил. Очевидно, откуда он бомбу-то убил. На шорт смотрел Фларыч из ковров B? Да. А не на B-кухню. Не обратил внимания. По-моему, он вообще за окном был. Нет? Ну, в общем, вышел, умер. Не получилось перестрелки. А вот он, кстати, обновленный КФ 3.02. Это, видимо, еще до начала было. На счете 7-1 это красная надпись Live. Наверное, не актуально. Наверное, да. Ну, опять же, если на Live коэффициент 3 на Space Jam, можно бежать, ставить хату. Чувствую обман в этом коэффициенте 3. Да и до начала можно было ставить, на самом-то деле. Особенно если вот быть в теме, что там замены, стендыны и так далее. Посмотрим, Pro100 еще как-то не проявили себя абсолютно. Да знаешь, даже без замен. Даже представить на секунду, чтобы Pro100 играли бы там в полном составе. Такие коэффициенты на СНГ. Там Тир 2, Тир 3, Counter-Strike. Это в любом случае очень странно. Но теперь появляются возможности что-то сделать у Pro100 в этом раунде. Они проносят шорт. И Кензор оформляет даблкил. При этом остается в живых. Подбирает трофейный кольт. Иван единственный, кто не играет без армора. Так что возможности уцепиться за раунд есть. Опять-таки, господин Унда, от которого в данном раунде кое-что будет зависеть. Если его пройдет Дев, то фанату Рока придется не сладко. Дев пока прячется. Кензор тем временем проходит. Фаната Рока Унда оказывается без позиции. Его еще и видят. Это подсадка, к которой Унда готов не был. Он читает ковры. Но безрезультатно. 2-7. Нежданно-негаданно. Просто быстрым раундом по шорту выигрывают этот форс. Ну и тут же влетает техническая пауза от фаната Рока. Ну ладно. Будем надеяться, ничего серьезного. Все-таки только вроде бы интрига возвращается в этот матч. Действительно неожиданный раунд. Выбили буквально одну эмочку. И Кензор второго перестрелял. Третьего мы видели вообще по позиции. Прииграл. Получилось, Кензора не видно. А он как раз-таки просматривает позицию под домом Б. Рейди. А, ну все. Пауза была вообще минимальной. 7-2. 7-2. Может быть, атака все-таки начнет наконец-то набирать раунды в дефе. Ну деньги есть. Правда, как-то неравномерно они распределились. Ну Твиксар в любом случае один. Даже два девайса имеют возможность кому-нибудь передропить. Обратите внимание на статистику Робана и Твиксара. 11-3.10 к 3. Это довольно серьезно. Ну и, кстати, по фанату Рока. Тоже хотелось бы сказать. Недавно он играл отборочный FPLC. И, насколько я знаю, не хватило ему буквально одной победы. Одной-двух побед. Буквально нескольких очков, чтобы пройти на основной, собственно, FPL. Это боль. Это боль. Ну да, с одной стороны, с другой фанат Рока прогрессирует. Это видно. И опять-таки прогрессирует с командой, которая у него есть. То есть Space Jam не пытается никуда уйти. Просто играет. И, может быть, знаешь, сейчас не получилось. А в следующий раз пройдет на FPL. Всем покажет. Еще в MoSport заберут. Может быть. Но сейчас у нас самая активная будет такая подготовка к майнерам, к онлайн-квалификациям и так далее. Опять-таки, FACE там уже потихоньку набирает команды. Поэтому, наверное, вот она последняя возможность для решафлов сейчас. Вот в эту секунду. Его просто забрали игрока. Ну, вы понимаете. Да, просто тем временем собираются оформлять тройной сплит-выход на точку. Один яма, один ковры, три коннектора. Интересно, как коннектор контролируется. Но этот фиксар, позиция под коврами, одна из читаемых. Он, кстати, решил пропушить яму, но здесь свят. Имел и позиционное преимущество. Этот фиксар наверняка натопал. А вот Паша Нож с шарта вообще. С шарта дает 2 кила. Никто не контролировал. Из игроков просто выходящих из коннектора спину. Фанат Рока играет в КТ, закрывает себя смоком. Все. 2 в 4. Ну, Паша Нож, конечно, красавчик в этом эпизоде. Потерял тиммейта под ямой. Моментально спреем по коннектору закрыл двоих. Ундо также оформляет двойное убийство. Ну и вот недолго музыка играла. Просто выиграв раунд, отдают следующий. И сейчас у них уже последние финансы. Эйва на авике. Мак-10 у Кензера. Может быть, снова куда-то на шорт полетит. Ну, посмотрим. Пока не очень убедительная атака. Да, я бы сказал, вообще-то атаки нет. Ну, то есть, можно говорить о какой-то конкурентноспособной атаке, если есть серия. Ну, там, хотя бы из двух, из трех раундов. Здесь, по-моему, ничего такого не было. Был один двайсный полноценный, да, и один форс. Да. От команды про 100. И будем откровенны. Могли они выиграть и больше. Например, ДТ 5 в 5. Даже там 3 в 5 по итогу получалось. Но, наверное, парням, походу, это выражащий. Ой-ой-ой. Ну, слушай, ну, здесь найти свою игру с такими префаерами в дымы будет сложновато. Ну, пытается Эйвон все-таки отвечать. Есть минус по Твиксару. Деф красный, 12 хп. Но за звено, конечно, 3 яма. Особо там не побегаешь. Паша, но шой, как молотов сейчас прилетит неприятно для террористов. Прилетел по итогу? Ну, да, вот Эйвон там подгорел до 25. У Дефа 12. Айвона закрывает фанат Рока. Еще один молотов следом, кстати, от него Деф-то может и не уйти. Да, не уходит фанат Рока. Инквизитор. И все это время Свят через Б пытается обойти в мидл. Но все это как-то медленно. Четверка в яме превращается в одного-единственного Фларыча. Ну, может быть, Свят тут порадует нас. Ну, 48 секунд. Бомбу Фларыч имеет возможность подобрать. Нет, ой, ну ладно. Паша-нож снова доминирует. Он раз за разом оказывается в непредсказуемой для своего соперника позиции. Ну, что касается Фларыча, это клатч для него. Есть хедшот по Робану и есть, по-моему, даже возможность установить бомбу. Нет, Паша-нож, выпад. Кстати, отлично действует Паша-нож. Ну, не то, что спас несколько раундов, но как минимум один мы помним в его исполнении. Это нашив коннектора в спину. Ну и сейчас минус 2. Кстати, 11 киллов есть уже у трех игроков. Паша-нож становится третьим. Паша-нож действительно подобрался к Робану и Твиксару. Твиксар вообще со счета 7-0-0 начинал эту карту, напомню. Холодно. Ну, просто один написал тактическое, второй техническое. Команды простой. Так и в атаке. Один на, другой на бетч, это там убили, разменялись. Фларыч говорит, я не знаю, тактическое это или техническое. Просто поставили паузу, чтобы что-то сделать. Привет, СНГ Counter-Strike. Очень ждал этих матчей, конечно. Год уже вместе катаем. Никак не можем разобраться. Кто принимает такие решения. Но десятый для Space Jam уже вероятнее всего будет. Не знаю, каким образом здесь можно выиграть. Разве что взять 5 диглов арморов и куда-нибудь вывалиться. Но непонятно. Просто, наверное, нужно показывать более сложный раунд, нежели были. Потому что, ну сколько мы видели там девайсных. Один сплит, который даже не начался толком. Паша-нож пошел, поджал и всех убил. Был выход на точку B, по-моему, да? Ну там цвет, ковры. Как-то. В одном раунде неплохо двоих убрал, когда с двумя хп он там на машину прошел. Но это раунд. Но это еще раньше было. Да, да, да. Да. Ну пока что просто. Ну нужно поработать, наверное, на тактической составляющей. Хотя не будем забывать карты Мираж и у стаков фаната Рока. Всегда эта карта была одной из лучших. Ну и вообще Унда это тоже бывший тиммейт фаната Рока. Вы понимаете, что в СНГ, наверное, людей хлебом не корми, дай покатать Мираж. Все верно. Тем более Унда так, видимо, в последний момент ворвался в состав. Судя по тому, что Ицмай вообще в пробке. То есть еще где-то повезло с ПСЖ, что он был вообще на готове. Катать и катает неплохо. Есть антрекил именно в его исполнении. Хаешки молотовые, два красных, деф и свят. Бомба идет также на B. Ну, галаки. Нет, дойдут, скорее всего, до плента. Унда замечает... А, это Паша Нож. Сори, это Паша Нож пришел. Думал, здесь Унда единственным номером. Ладно, пришел и всех спас. Ну, странная получилась позиционка. Что-то по одному с глоками вот так аккуратненько пытались кого-то пикнуть. Но это даже не Диггл. То есть перестрелять М-ку, вот так бы ползая на контр ли тяжеловато. Да, ну, знаешь, может быть, они с другой стороны пытались выяснить в целом расстановку хотя бы примерно игроков Space Jam под B, чтобы использовать эту информацию для своего уже девайсного раунда. А вот и коэффициенты на пистолетку второй половины, 2.13 на Space Jam в атаке. Неплохо. Ну, в принципе, по-моему, такие разбежки на пистолетных раундах не так часто-то и бывают. Да, обычно 1.86 на 1.86. Ну, это, наверное, как-то отталкивается от общего коэффициента на матч. Он как-то 1.4 практически. Наверное, вот и пистолеточка немного от этого отталкивалась. Но это все какие-то мифические цифры. Вообще ни от чего не зависит. Кстати, снова раунд под B. Ну, так-то да, 3 плюс 2. Главное, чтобы Свядь не умер, как в прошлом. Опа! Унда 39 все-таки ушел. Еще даже прыгнул пару раз. Его тиммейт дал молотовый. Свядь на самом деле потерял даже больше хп, чем Унда. И сейчас Беларусь может еще Свядь и прострелить каким-то образом. Вообще интересный мув. Свядь два раунда подряд. Вот вдоль стеночки там пытается как-то удивлять. И в этот раз даже удивил. Но никто никого в итоге-то и не покарал. Паша-нож рокирует Красного Унда, куда становится сам Беларусь ближе к кухне. К окошку. Ну и понятно, не хочется ему умирать просто так. Бомба тем временем находится под окном. И Паша-нож. Отлично. Закрывает Красного Свято. Ну то есть вот снова получается так, что приходит Паша-нож и спасает все положение. Да, на Б в шарте хозяйничает. На хелпует Паша-нож. Вездесущий у нас сегодня. Попытка выйти три коннектор. Нужна какая-то флешка. Или... Ой, ее... Стрельба не пошла. Мог убить. Да, сорвался спрей. Так что теперь все внимание на фаната Рока. Снайпер в деле. Но пока что только промах. Паша-ножу теперь уже не дают играть. Фанат Рока вроде бы погиб, но даже после смерти сжег своим молотовым, откинутым заранее Айвана. Три в три. По хп все не слишком хорошо. Ни у тех, ни у других. Прекрасные размены. Паша-нож сейчас демонстрирует. Фларыч впадает на него. Но Паша-нож казнит. И Фларыча Кензор ставит бомбу. 1-2. Но он запер с двух направлений. И скорее всего сейчас тоже погибнет. 11-2. Просто... Что с вашими раундами? Не найдено атаки у команды. Про-100. И вроде бы начали даже бомбу ставить. Но Паша-нож. Просто мастер хелпы. Приходит, убивает одного-двоих. Хозяйничает в коннекторе. Плюс, конечно, очень долго фаната убивали. Где-то кто-то сгорел. Кто-то не туда посмотрел. Разменялись в окне. Про-100. В общем, все грустно у них. А минор-то не за горами. Надо трениться. Да, да, так и есть. Для команды Про-100, мне кажется, этот минор станет таким... Определяющим? Определяющим. Однозначно. Если не покажут они там достойного результата, возможно, одной заменой тут и не обойдется. Ну, опять-таки, никакой информации нет, но команде действительно довольно много времени. Все верно. Ну, вот замена, конечно, где-то подкосила, наверное, их. Ну, поглядим, это только первая половина этого нового состава на первой карте. Может быть, где-то разыграются. Хотя, ну что... В центре погибает деф. Фанат понимает, что его будут пушить. Очень грамотно, кстати. Да, достал ТЗшку, убил. Он просто знал, что сейчас на него прыгнет тип и поменял его АП на ТЗшку. Оп! А вот и снова фанат. Со своим третьим киллом бомбу установили. Игроки просто, но есть ли от этого много толка только для фаната рок? Квадра килл для него и счет 12-2. Ну, с такого уже довольно тяжело возвращаться. Конечно, можно предположить, что у Space Jam такая же неготовая атака, но это маловероятно. Ну, там пару дефолтов, я думаю, есть все-таки. Раскинули, да мы вышли, все это работает. Тем более, мы видим, очень хорошо попадают сегодня игроки Space Jam. 17, 13, 13, 12 по фрагам. Там вообще какой-то космос у всех. Ну, Паша нож оторвался. Да, уже 17 на 5 вообще у него. КД больше трех – это довольно редкое явление в официальных матчах, но Паша, конечно, заслуженно, заслуженно такое количество фрагов набил. Ну, давайте смотреть. Просто ничего не мешает все еще откомбэчить. Опять-таки, если заберут третий раунд, ну, со счета 2-13, комбэки могут давать только команды вроде Фрагстерс, только против Гамбит. Такое бывает нечасто. Что мы видим сейчас? Все довольно медленно. Три ямы, один ковры. Вот он раунд под раскидку как раз. Классика. Вот, тем далековато. Ну, смотрим, Паша нож залетает на лавочку, видит двоих боком. Там Эйван. Прикрыл. Ну, молотовы неплохо горят. Вот, классический выход, раскидочка. Да, и вроде бы все работает. Плюс есть еще и люркер. Он никуда не делся. Это мистер Дэв, и его все еще предстоит обнаружить. Иначе он обнаружит несколько сладких спин. Да-да-да, вот он в окно. Из игроков команды Space Jam никто не лезет, но выбивать эту бомбу необходимо. Так, Дэв находит первую спину. Это Робен. Ну, и тут уже 2-5. Да, положение отчаянное. Фанат Рока пытается просто уже как-то на мидл уйти. На входе дает второй. Третий. Так. Четвертый. Нет, не получилось. Хорошая попытка Фанат Рока. Закрывает четвертого. Это один в один. И клатч эйс для Василия Трусова. Это более чем весомый вариант. 2-12-3. Вот такой вот счет. Ну, последний раунд вот так по учебнику. Разыграли просто. Накидали смоков. Два коктейля Молотова вышли. Разменялись в плюс. Ну, хотя бы 3 в первой половине. При такой атаке мы видим, сколько там. Один раунд из четырех в среднем выигрывали просто. Так оно и получилось. Ну, и что же, Кван, рассчитывал ли ты на такой счет, садясь, комментировать матч по первой половине? За командой Space Jam? Не очень-то, на самом деле, ожидаемо. Я думал, все-таки будет вообще 10-5, может быть. Как максимум, да. Ну, 12-3. При том, что особо-то никто просто и не выделяется, и не выпадает как-то вот равномерно. Плохо отыграли сторону все. Ну что, Space Jam вообще не мудрствует. Лукава 5-б. Что у них там? Две флешки, четыре армора. Побежали толпой на Фларыща и Кензера. Ну, и сейчас посмотрим, от них все и будет зависеть. Этот пистолетный раунд просто необходимо выигрывать команде Pro 100. Но первые перестрелки пока не приносят значительного результата Pro 100. Оба опорника уже погибают. Паша, но шифанат Рока. Два хэдшота, пуш, кух, неясно, понятно, завози. Просто деф из последних сил уже хоть как-то разменялся, но шансы на самом деле минимальные у команды Pro 100 на ретейк. Есть, конечно, киты, но еще главное, как дойти до этой базы B. Ну, опорники вообще проспали, то есть по факту атака там троих уже выпустила на B, только после этого пошла перестрелка. Унда, красивое попадание по Ивану и точку ставит как раз-таки тоже белорусский игрок. Унда 13-3. Ну, форсбай для Pro 100 и может быть даже будут до конца, потому что вариантов не так и много. Если проигрывается этот форсбай, 14, ну и как бы отдавать 15-й в надежде комбатчить в 12 подряд. Это форс до конца, действительно. Действительно, опции не оставили сами себе Pro 100. Ну, в идеале в пистолетке надо было по пробегающему какой-нибудь хитшотик дать. Или Фларычу, или Кензеру. Ну, сами выпустили, сами виноваты. Кэп, кстати, на пистолетку, вы помните, был два с лишним на Space Jam. Так что, кто поставил, поздравляю. Пацаны сегодня в ударе на мираже. Ну и снова на B. Вот-вот простые раунды. То, что работает. Паша-нож, Твиксар, Изи-Пизи. Все, раунд уже практически закончен. А там тройка на А сидит, как бы. Я не знаю, почему Pro 100 не получалось в первой половине такие раунды делать. Они ведь тоже пытались. Что-то разыгрывали под B. Но, по-моему, сложностей там было больше, чем Pro 100 могли себе позволить. Потому что у Space Jam ничего сложного при таких выходах нет. Они идут, убивают, ставят бомбу, вот выигрывают. Да, две флешки, вылетает Паша-нож на МАК-10, и все хорошо. У команды Space Jam тут попытка уже засейвить хоть армор для Pro 100, но не очень получается. Эй, вон, ЦЗ-шечка. Ну и да, его здесь уже не найдут. Pro 100 играли очень много в начале 1-3-1. У них 1б был, 1 где-то в яме и в пелосе, и тройка в центре. И как-то вот эта механика, эта задумочка не очень против Space Jam отрабатывала. А вот у Space Jam атака прямолинейная на первых секундах. Залетели, МАК-10, и все хорошо. Но не будем забывать, следующей картой станет Коблстоун. И сейчас открыл статистику по Коблам за последние 3 месяца. У Space Jam не очень-то все с ним и хорошо. За 5 Коблстоунов выиграно было только 20%. 20% из 5, это 1. Да, 1 Коблстоун из 5. Все, заявочка на третью карту. Главное морально. Не падай духом сейчас команде Pro 100. Ну и, конечно, многое зависит от снайперов, от, в принципе, того, как будут атаковать. Если снова ползать, умирать по одному Pro 100, то не знаю, не знаю. Но зато победа была над командой Помпа со счетом 16-4. С Помпой победили. Громкая победа. Так, Кейман Аркадка погибает, кстати. Фанат Рока вообще тут не закупался. У него по 250-й был. Ну, тиммейты разменяли. Такая вот задумочка была. Опа, поздновата флешка. Ого, Робен, красиво. Там в кухне уже тип. Да, и он дал инфу. Он дал инфу о том, что B свободно. Именно поэтому Space Jam сейчас и уходит как можно дальше от точки B. Очень спокойно, Паша. Но, несмотря на то, что Death's Tale ждал этого маневра, проходит самого дефа. Фларыч свят. Тоже 2 USP. Ну, здесь уже тоже все понятно. Любопытно, конечно, что флэка решили разыгрывать Pro 100. Что очень интересно. Ну, ладно, может быть, это станет историческим камбэком. 15-15. Знаешь, и вот очень часто бывает, ты можешь дать такие камбэки, а в вартайме все равно проиграть. Я не знаю, как после этого возвращаться, в принципе, на B3 серию. Ох, ну тут хоть бы раунд пока выиграть. Пока, да. До полного камбэка тут, конечно, еще тащить и тащить. Команде Pro 100. Фларыч погибает. Паша нож. И в первой и во второй половине просто носится. Абсолютно по любым точкам, по мидлу вычисляет. Заходит на кухню. 22 на 7. 5 звездочек MVP. Все хорошо, коэффициент 3. Но это уже в лайве, в лайве. Вот это уже в лайве, да. Слушай, ну... Тогда же сейчас можно поставить. На Space Jam, конечно. 1.35. Соточку ставишь, 35+. Эх, а если 10 тысяч поставить? Вот. Вот оно богатство, друзья. Lootbet. Сайт, где вы можете стать богаче. 15-3. 12 раундов нужно просто, и потом еще 4 на овертаймах. Вот такие вот расклады. Бай у них сейчас, конечно, неплохой. Но у Space Jam ничего не меняется. Максимально прямолинейные раунды и прямолинейные попадания в голову. Ну, это как пистолетка. Уже 3 игрока вышли из ямы, а их вообще не видели. То есть, ну, начинается прочек, а там уже трое вышли. Все. Айвон самый близкий, там, на КТ-деф. Ставится бомба. Киты не покупали просто у них на ретейк один смог. Ну, это ГГ на самом деле. Если тут... Ой-ой-ой, свич девайса. Так. Но не ожидал фанат Рока, что вместе с Айвоном будет играть еще один тиммейт. Деф, тем временем, проходит на КТ. Этвиксар почему-то готов к этому не был. Позиции все еще перспективно у команды Space Jam. Один ям, один ковры. Закрыть это особенно край красным игрокам просто будет очень сложно. Но бомбу обезвреживают. Бески толк. 10 секунд, 10 секунд, Деф. Вот это так, а сколько? Ну, еще 5. Боже, 5, 4. Это он дефьюзит бомбу. Что с ума сошли? 16-3. Представь, раздефьюзил. Буквально 3 секунды. Два типа по нему стреляют, а он дефьюзит. Да. Ну, Кван, что скажешь по поводу этой карты? Это провал. Зевсу мы не показываем эту демку. Настраиваемся на Кобблстоун, потому что, ну, как, как? Команда Space Jam, сделав замену за минуту до начала, просто размазала про 100. На карте Дэймираж. Ну, будем откровенны, Space Jam сами выбрали эту карту, поэтому наверняка они были готовы. Ну, и Унда уже поигрывал, как мы сказали, с этими ребятами. Поэтому такая, знаешь, замена тиммейтом. Тиммейта на тиммейта. Примерно так. Но 3.16, я согласен. Чудовично отыграли про 100 в атаке. Может быть, в этом была их основная проблема, что начинали не в защите. Но это уже история. Далее, следующая карта Кобблстоун. Вот ее как раз-таки про 100 и выбрали. Более того, как мы уже озвучивали у Space Jam, не самая лучшая статистика за 3 месяца на этой карте. Но, может быть, там они тоже покажут нам нечто интересное. Да, на этом берем небольшую паузу. 5-7 минут отдыхаем. И возвращаемся вместе с картой Дэй Кобблстоун. Лутбет. Онлайн-ставки на киберспорт. Дота, КСГО, Авервотч, Хардстоун и другие дисциплины. Ставь на исход матча и игровые события прямо во время трансляции. Пополнить баланс можно деньгами, скинами или биткоинами. Заходи на Лутбет, вводи код с экраном при депозите и забирай свой бонус. Киев вновь становится столицей мирового киберспорта. Гранды Counter-Strike Global Offensive разыграют в сердце Украины 300 тысяч долларов и звание чемпиона Star Series. 16 лучших команд мира примет одна из главных площадок страны – Дворец Украина. Со 2 по 3 июня не пропусти грандиозное событие в твоем городе. Билеты доступны на сайте concert.ua. Субтитры создавал DimaTorzok